Продолжение следует... ...некогда не отставать от времени и играть только в новые навороченные игры. Сегодня вам особенно повезло, потому что в новой реальности я представляю не одну игру, а две. Спасибо за это, конечно же, торговому дому Тайм и, естественно, мне вашему калифану. Поехали! На Nintendo 64 новый проект со знакомым названием Duke Nukem 64. Спешу сообщить, что в сравнении с версией этой игры на Sony PlayStation и персональном компьютере, эта версия значительно выигрывает. Как в плане графики, так и в плане различных примочек. Для тех, кто не знает, Duke Nukem 64 это игра-стрелявка от первого лица, полная всяких наворотов и приколов. Действия её происходят во время нашествия пришельцев в Новос-Анджелес, его окрестности и небе над ними. К всеобщему удивлению, пришельцы оказываются не такими уж высокоинтеллектуальными существами, а попросту тупыми и наглыми. Во-первых, нападают они почему-то на Лос-Анджелес, а не на Белый дом или Пентагон. Далее, на втором этапе они нападают на космический порт, а не на какую-нибудь важную военную вазу. И, наконец, на третьем этапе действия возвращаются снова на Землю, но уже в какую-то совершенно незначимую местность. Но всё же, военно-морские силы почему-то оказываются отвлечёнными на другие дела, и судьба Земли оказывается в ваших руках. Ваши основные действия – бежать, шагать, прыгать, уклоняться и стрелять из разного убийственного и мелочного оружия. Боя-припасы вы собираете по дороге. Обычно поверженные враги что-нибудь после себя оставляют, но для сбора каждого вида зарядов у вас есть предел, так что палить понапрасну не рекомендуется. Тем более, что ваши враги появляются в разнообразных формах. В частности, даже полицейские мутируют и превращаются в уродливых вооружённых монстров. Всем советую приобрести эту игру, а мы переходим к следующей новинке в игре Top Gear Rally. Уже по названию ясно, что это гонки. При близком ознакомлении можно сказать, что это один из лучших симуляторов в этом формате. Посудите сами, вы можете не просто выбрать машину, но и выбрать размер руля, один из трёх. Выбрать свою амортизаторную систему и даже колёса. И ещё, к моему величайшему удивлению, вы можете сами, просто как пожелаете, разукрасить и изувечить вашими рисунками и надписями любую часть машины. Как приятно написать на багажнике надпись типа «Осторожно за рулём убийцы». Игра Top Gear Rally полна сюрпризов. Например, может пойти дождь, снег и другие осадки. Ваша задача вам, наверное, уже известна. Нужно прийти первым и заработать максимальное квалификационное количество очков. Всего ваших соперников, мчащихся на своих четырёхколёсных драндулетах, 20. Советую вам держать свои руки, то есть ноги на тормозах, особенно на поворотах. Управление просто замечательно, если, конечно, у вас есть опыт. Да что-то я вам совсем заговорил и чуть было не забыл о самом главном. От торгового дома Тайм у меня для вас есть супер фонарик, которого без батареек хватит на очень долго. Фонарик – вещь полезная, если дома перегорят лампочки, можно с его помощью без труда найти свой компьютер. Итак, если вы хотите получить фонарик, ответьте мне, пожалуйста, на вопросик. Сколько уровней и как они называются вам нужно пройти, чтобы перейти к следующему раунду в игре Top Gear Rally. Итак, я с нетерпением жду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok